Музыка Смотрите сегодня в нашей программе Что-то в Израиле давно не было выборов Комментарий последних событий на фоне новогоднего карантина Раз в сто лет или драма длиной век Рассказ об истории прославленного израильского театра Габима Мы осознавали, что мы должны ехать в Иерусалим Художник Анатолий Шмейль-Шелест Завершающая новелла фильма «Иерусалимская радуга» И в завершение наше традиционное музыкальное новогоднее поздравление Жизнь все равно прекрасна Что-то давно у нас не было выборов Аж с весны прошлого года Народ засиделся по домам в локдаунах Без вечеринок, без оперы, концертов А тут тебе и массовый выход людей И большой аттракцион под названием «Выборы» В 2019-м их было два А в прошедшем 20-м всего один Видимо, корона помешала Ведь только она одна и была оправданием Липового союза Натаньягу с Бенни Гансом Но и чрезвычайка не помогла Кнессет отправил народ в очередной Новогодний карантин И сам распустился Да и был ли этот Кнессет? Отличная синякура для большинства из 120 Временных, ничем себя не труждающих И ни за что не отвечающих невидимок Новые выборы назначены на март 2021 года Но в этой мыльной опере под лозунгом «Только не Биби» Появились новые герои Прежде соперников Натаньягу выставляли на ринг Левый или Лево-генеральский лагерь Теперь же за премьерское кресло Решил сразиться его бывший соратник Дидеон Саар В декабре он вышел из Ликуда И объявил создание своей партии С амбициозным названием А как иначе – «Новая надежда» Тиква Хадаша Саар, конечно, не Ариэль Шарон Но ситуация начинает слегка напоминать события 2005 года Когда Шарон создал партию «Кадима» и расколол Ликуд Окрыленный «Новой надеждой» под знамена Саара Перешел из Ликуда министр Зеев Элькин В свое время он был отличным председателем коалиции Сопровождал Натаньягу и был его переводчиком На всех встречах с Путиным в Москве Он явно рассчитывал, не без основания На более высокое место на политическом Олимпии Перебежали в новую партию еще несколько бывших депутатов от Ликуда Калибром поменьше Ближе к выборам эта партия Наверняка засверкает новыми известными именами Вроде бы серьезная заявка на смену власти По опросам новая партия уже догоняет Ликуд Но, во-первых, первые опросы никогда не показывают истинную картину Новая партия, как и метла Да, вселяет надежду Но ненадолго А во-вторых, сможет ли Саар, даже победив на выборах, создать правительство? Не исключена и вероятность, что Ликуд Сантаньягу снова победит на выборах Хотя среди его верных избирателей все больше недовольных правительством и премьер-министром Похоже, израильтяне не сильно впечатлились его бесспорно историческими мирными соглашениями с арабскими странами И даже тем, что Израиль одним из первых заполучил вакцину от COVID-19 Так что будет тяжелая борьба за каждый мандат И кто его знает, сколько еще сезонов будет этой всем изрядно надоевшей мыльной оперы С огромным, кстати, бюджетом Субтитры создавал DimaTorzok Поскольку нам открытие чудных готовит просвещение духа И гений, сын о шубах труда И опыт родов с удовольствием И случай – Бог изобретатель Случай – Бог изобретатель Все случаи у нас не случайны Ну, как бы я понимал, что меня ведет Я не один в этом мире Родившуюся в украинской семье У бабушки я обнаружил такую книжку Библия, Ветхий Завет Где, в общем-то, меня многие вещи взбодражили И тогда я еще задал себе вопрос В последней книге Торы Тогда я еще слова этого не знал Сказано – со всех концов соберу тебя И приведу тебя в землю Израиля Я, мальчик, 10 лет Спрашиваю – а как же он меня здесь найдет? Это конец где-то 70-х, начало 80-х Когда молодежь, советская молодежь, еврейская молодежь Стала искать какие-то пути В этих исканиях где-то люди пересекались Находили какие-то общие точки И длинная история о том, как Мои знакомые с разных сторон Меня, кстати, подвела судьба К знакомству с моей будущей женой Выход из Египта Вот эта композиция 40 листов А4Д Интересно, что я вначале выложил Жена уже вместе, она подключается Мы выложили с ней все эти композиции Она была почти зеркально Они отличаются, но как бы разная Здесь, когда 70 человек вышло в Египет Вот с отцом Яковом И в одной не получается Не нахожу в одной Вот один ряд не выкладывается Один композицию, все 40 легло А в одном не получается Он как бы белая полоса Чистый лист, чистая бумага И вдруг я понимаю, что это седьмой ряд Это седьмой день Это шаббат То есть как бы вот символически для меня важно Чтобы в работе был подтекст И для понимания на другом уровне Я просто стал работать Возникло чувство, я стал работать Я в течение двух дней и ночи не мог остановиться Когда жена спрашивала Что ты сделал, что хорошее Я говорю, я не знаю, что я сделал Но мне было хорошо И когда через пару дней я пришел в себя Обнаружил, что я сделал Напечатал 400 листов Ровно 400 листов Это тоже интересно Монотипи Первое, что я увидел Какие-то образы, которые я не рисовал Но больше меня поразило Не те антропоморфные образы А я увидел там маленькие Очень маленькие буквы Я их узнал, это были еврейские буквы Параллельно мы стали с женой Как бы вот получив этот знак Эти буквы еврейские Мы стали учиться Стали соблюдать шаббат В общем, оно как бы уже поехало Покатилось Дети в это время наши Заканчивали свой интернат Вот уже через год, когда мы Праздник Песах Когда произносится известная формула В следующем году в Иерусалиме И когда мы произнесли эту фразу Потом вдруг выгнулись Скали А что мешает нам быть В следующем году в Иерусалиме Сказали и сделали В Иерусалим Мы не уезжали из Германии Мы ехали в Иерусалим Мы осознавали, что мы должны ехать в Иерусалим Это, можно сказать, единственная точка на карте Которую мы выбрали Осознанно Без того, чтобы бежать Эксперимент Это ключевое слово То есть без эксперимента Без поиска новой техники Я вообще не приспаю к работе То есть если я не нашел Какой-то новый Для меня, по крайней мере, новый Способ передачи изображения И я вообще не знаю, зачем рисовать Я каждый раз выхожу на новый материал И именно это дает мне энергию И такой драйв Когда ты понимаешь, что это новое У тебя возникает ответ Зачем? Эта ткань напоминает искусственный шелк Когда он в мягком состоянии По ней прокатываю монотепию масляную А уже потом я ее обрабатываю акрилом Эта техника дала драйв свободы О чем можно только мечтать Сейчас время потрясающе Сейчас время у людей, которые Хоть немножко не боятся креативности Слово тоже не боятся креативности Очень важно Потому что одни люди даже не думают Что этого нужно бояться А другие люди А как же, я же не художник Не нужно быть художником Нужно просто не бояться И все И для себя сделал открытие Художник, в самом деле В слове художник В русском слове Художник Уже заложено слово Бог В школе Не знаю Слышали вы когда-нибудь Наверное, не рисовали на партах Художника слово худо И все обижались Да Да, слово худо Но не худо Худо это имя Имя это Ашем Имя на Фарси Я даже перевел его на иврит Ху адон Он господин Любой человек имеет право на самовыражение Художник он или не художник Искусство, оно спекулятивно И то, что называют искусством Это не искусство Сегодня для меня это не искусство Есть на этот счет Любопытный Такой вот анекдот Нарисовать картину Это не искусство А вот продать ее Это искусство Так что, что такое искусство? Это умение продавать картины Мы сидим в городе В наших домах И смотрим телевизор И нам из этого ящика Он называют очень уместно Зомбо-ящик Льется всякая дрянь Под видом очень красивых упаковках Купи меня Или там Полюби меня И все это продается Ради того, чтобы продать А другой человек сидит Где-то в горах Или в деревне Где-то в степи В лесу У меня совсем другая картина мира И я думаю, что тот второй Который сидит где-то Не в городе Не в коробке Не в железно-бетонной А в этом кусочке природы Он более счастлив Более целен Вот С точки зрения тех Кто живет в городах Менее успешен Но Что такое успех? Где эта грань? Которая можно сказать Успех это хорошо А вот не успех Прозебание Это плохо Если ты В природе с миром То разве это прозебание? Ты растешь Ты развиваешься Ты можешь что-то дать А тот, кто сидит У этого ящика Из него выкачивает Эту энергию Он еще дать не может Поэтому судите об этом Какое искусство Которое идет из ящика Или которое льется из души? В октябре Израильскому национальному театру Габима Исполнилось 100 лет Это грандиозное событие Было отмечено по театральному Двухнедельным международным фестивалем Раз в столетие На который были приглашены Со своими лучшими спектаклями Театры из России, Чехии, Польши, Франции Конечно же участвовала и сама Габима С особым пиететом принимали в Габиме Московский театр имени Вахтангова Ведь эти два театра практически родственники Сто лет тому назад Евгений Багратионович Вахтангов Был режиссером и наставником Еврейской драматической студии Габима И третьей студии МХАТ Из которой позже родился прославленный Ныне государственный академический театр имени Вахтангова Через три года он тоже будет отмечать свое столетие Художественный руководитель театра Рима Стумина Сказал, что вахтанговцы знают об общих корнях с театром Габима И ценят эту связь Национальный театр Габима В переводе северита Сцена, подмостки На 30 лет старше государства Израиль Не мудрено его истоки Так же, как и литература, поэзия Израиля Не в пустынной палестинской почве А в России Учитель иврита из Белостока На Хумцемах был одержим идеей театра на иврите Языке Библии Но лишь в 1918 году в Москве Вместе с соратниками, актерами Минахом Гнесиным и Ханой Ровиной Он приблизился к ее воплощению На Хумцемах был потрясен спектаклем МХАТа И уговорил Константина Станиславского взять их под свое крыло Великий режиссер поручил Габиму Своему лучшему и любимому ученику Евгению Вахтангову Охотно став режиссером и педагогом студии Вахтангов Бесконечно преданный театру Увлекся еврейской историей и фольклором И выучил иврит, на котором говорил уже через два года Премьера спектакля «Эры Берешит» Вечер студийных работ постановки Вахтангова В октябре 1918 года Это дата рождения театра Габима А 31 января 1922 года На всю Москву пригремел Адибук Спектакль по пьесе Анского, переводенный в ритх Хайма Нахмана Бялика Это древнееврейская легенда о духе умершего юноши Канана Который вселился в любимую им Лею Ее играла Хана Ровина Богатый отец пытается выдать девушку за другого Но Лея умирает, и влюбленные соединяются в загробном мире В спектакле колоритнейшие образы Он полон экспрессии, фантазии, пластики Талантливые сценографии и костюмы Натана Альтмана и музыка Энгеля По мнению театроведов, Адибук – это вершина Габима и Вахтангова Уже тяжело больной и обреченный, он сделал Габиме то, о чем мечтал всю свою жизнь Долой поверхностное подражание жизни Театр имеет свой собственный реализм и свою театральную правду Она в правде чувств, которые на сцене передаются с помощью фантазий и театральных средств Это был явный выпад против реалистического театра Станиславского и его учителя Прозрению Вахтангова помогли и экспрессионистские в духе времени эскизы Кадибуку Натана Альтмана Художник привез их в Москву, когда работа над первым актом спектакля уже была закончена Сначала Вахтангов их не принял, но потом... Я не знаю, что он почувствовал, когда впервые их увидел Но он перечеркнул уже сделанное и заново начал работу, отталкиваясь от эскиза Работа над спектаклем продолжалась в каком-то невероятном возбуждении, почти экстазе На генеральной репетиции в зале сидел восхищенный Горький На премьере помнил он Ачарского Рядом со мной сидел Шаляпин Впечатление спектакля было ошеломляющим Этот удивительный по красоте и гармонии спектакль напомнил мне лучшие годы знаменитого Московского художественного театра Но у артистов Габимы есть, мне кажется, сильное преимущество У них не меньше искусства, но больше страсти Этот маленький театр – еще одно великолепное доказательство талантливости еврейского народа Спектакль о Дибук обладал поразительной силой воздействия Спектакль в буквальном смысле слова потрясал даже тех, кто почти ничего в нем не понимал После премьеры счастливый и растроганный Вахтангов оставляет ученикам свой портрет с подписью Дорогие мои, где вы сейчас? Не забывайте меня После Дибука стремление Вахтангова к яркой и нарочитой театральности Проявилась в полной мере и в спектакле «Праздники принцессы Турандот» Третьей студии МХАТ Турандот начинается! Умирающий Вахтангов не был на премьере После первого акта к нему приехал Станиславский То, что я видел, талантливо, своеобразно И, что самое главное, жизнерадостно Успех блистательный Сегодня вы нас покорили, победили Через три месяца Евгений Вахтангов умер Спектакли «Принцесса Турандот» и «Адибук» – это триумф Вахтангова Они стали визитными карточками театра Вахтангова и Габимы За 45 лет «Адибук» давался более тысячи раз И хана Ровина в роли Леи, патриаршая зрителей на премьере, играла в большинстве спектаклей Но все это потом А в 20-е годы советской России не нужен был ни еврит, ни еврейская традиция Нихабадники с хасидами, с которыми власти решительно боролись при поддержке коммунистической Евсекции У театра на языке Библии будущего не было В 1926 году Габима уезжает из России и с успехом гастролирует в Европе, затем в Америке И здесь, в июне 1927 года, произошел драматический раскол Труппа взбунтовалась против диктата Нахума Цемаха И большинство актеров вернулись в Европу с намерением направиться оттуда в Эр-Цесраэль Нахум Цемах с небольшой группой остался в Америке создавать новую Габиму Честно говоря, трудно объяснить мотивы Нахума Цемаха, который писал в 1919 году Студия совершенно определенно предполагает уехать в Палестину при первой объективной возможности Габима не мыслит в своей деятельности, иначе как в полной медденении со своим народом на его исторической родине, в Палестине Измена самому себе была наказана В США и в Ритский театр был не нужен Одинокий и разочарованный Нахум Цемах, прекрасный актер, талантливый организатор, умер в Америке в 1937 году Незадолго до смерти Нахум Цемах попытался вернуться в свой бывший театр, окончательно обосновавшийся в Эр-Цесраэль в начале 30-х Но тщетно, труппа не приняла своего основателя, она жила уже по другим законам Габима поразгласила новый путь, всеобщее равенство Это было в духе времени Театр был чем-то вроде творческого кибуца Общим собранием определялся репертуар, назначался режиссер и распределялись роли по принципу равных возможностей Все актеры получали одинаковую заработную плату Каждый был и владельцем, и руководителем Так Габима работала около 40 лет, даже став в 1958 году национальным театром В этом же году театр был награжден Государственной премией Израиля В 60-х из-за серьезных финансовых проблем принципами пришлось поступиться в обмен на государственные субсидии С тех пор у театра есть общественный совет, есть худрук, а актеры, они актеры Большинство из них уже родились в Израиле, и русский акцент Габима – в прошлом А зато как вещи и комонии Как и у каждого театра у Габимы за эти долгие годы были взлеты и спады Но театр жив, и Израиль им гордится У него прекрасное современное здание на площади Габима в центре Тель-Авива Трупа не теряет связи со своими российскими корнями Недавно театр снова был в гостях в Москве в Вахтанговцев со спектаклем «Вехи пути» Об авторе самых знаменитых израильских песен Наоми Шеми И, конечно же, именно театр Вахтангова открывал в Тель-Авиве фестиваль В честь столетия Габимы спектакля «Маскарад» Рима Сатуминеса Но рассказ об этом спектакле и интервью с именитым худруком театра Вахтангова Это уже другая тема для другого выпуска тележурнала А сегодня мы о Габиме Дорогие мои, где вы сейчас? Не забывайте меня Я побывавший там Где вы не бывали Я побывавший то, чего вы не видали Я, когда обстоявший одной ногою Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна Даже когда трудна и когда опасна Даже когда несносна Почти ужасна Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна Вот оглянусь назад, далека дорога Вот подгляжу вперед, впереди немного Что же там позади города и страны Женщины мы, Жанны, Марии, Анны Дружба была, неверность, вражда и злова Кроме земли стучали по крышку гроба Стань с корон над темною той рекою Ласкало так помахивал мне рукою Но ни точка жизни, шарик не прочь наслитый Зыбки туманно-дежный дымок соблазна Шторы перештолканы, пятые биты Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна С неба погрова красна перед восходом Лес опустел морозом, вокруг ясно Здравствуй, мой друг, ворогушек С Новым годом холодно врать, а все равно прекрасна Здравствуй, мой друг, ворогушек С Новым годом холодно врать, а все равно прекрасна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова